Микроканоническое распределение Микроканоническое распределение можно применять к большим телам. Что значит к большим? К телам, у которых число частиц много больше единицы. Для примера, в аудитории данной в каждом кубическом сантиметре находится примерно 10-19 молекул воздуха, азота, кислорода и так далее. Ну, концентрация Н2 в аудитории. Ну, в твердых телах обычно концентрация порядка 10-22 сантиметра минус 3. То есть, когда мы говорим о больших Н, то речь идет действительно, а Н много больше единицы. 10 в достаточно большой степени. И микроканоническое распределение утверждения формулируется для большого тела, которое изолировано. То есть, не взаимодействует с остальными телами. Ну, для изолированного тела есть закон сохранения энергии. То есть, у нас есть с точки зрения квантовой механики стационарные состояния, у которых волновые функции просто зависят от времени как экспоненты. То есть, квадрат модуля волновой функции константа. В этом смысле состояние стационарное не изменяется. Однако, большие тела характеризуются тем, что энергетический спектр, то есть, если мы рассмотрим ось по энергии для нашего большого тела, то тогда возьмем какой-то интервал энергии от Е до Е плюс дельта Е, то окажется, что чем больше у нас Н, чем больше частиц в нашем теле, тем более густо идут стационарные состояния, состояния с определенной энергией. Ну и при Н, стремящемся к бесконечности, у нас вообще-то количество состояний на единицу энергии тоже уходит в бесконечность. Ну, вообще говоря, пропорционально энергии в степени Н. То есть, когда у нас Н стремится к бесконечности, то мы имеем следующее утверждение, что стационарные состояния находятся близко друг от друга. Ну и дальше, если мы имеем обычную квантовую механику, ну, атом водорода, например, как пример, тогда у нас атом водорода может находиться в каком-то своем стационарном состоянии бесконечно долго. Вообще говоря, бесконечное количество времени. Здесь же, во-первых, мы замечаем, что поскольку у нас интервалы по энергии стремятся к нулю очень малы, то само время, которое требуется для того, чтобы организовать одно единственное стационарное состояние, оно может быть оценено по соотношению неопределенности. То есть, время, которое необходимо для того, чтобы приготовить наше тело в состоянии с определенной энергией, оно вообще говоря, очень велико. дельта е у нас ведет себя как единица на е в степени n, то есть и при n, стремящемся к бесконечности, время обращается в бесконечность. Поэтому в реальной физической ситуации мы должны говорить о том, что даже изолированное тело, оно находится в какой-то суперпозиции стационарных состояний и имеется, это значит, что его энергия известна с некоторой неточностью, дельта е, да, то есть энергия тела лежит в интервале от е. Энергия тела, да, да, е плюс дельта е. Ну, кроме того, конечно, если мы переходим к большим телам, у нас маленькие интервалы энергии, тогда физически становится трудно изолировать тело от остальных тел. Даже небольшие остаточные взаимодействия будут приводить к переходам между состояниями, да. Ну, вот так обстоит ситуация. Давайте мы, пока что мои утверждения были, в общем-то, как постулаты голословные, давайте увидим, что это действительно так на примере идеального газа. Если, что такое идеальный газ? У нас имеются частицы, у которых, скажем, средняя энергия взаимодействия между парами частиц много меньше, чем характерная кинетическая энергия. Давайте её буквой К обозначим. Митя, можно вопрос? Да. Так, где? Вот здесь. Так, давайте посмотрим. Нет, почему? Количество состояний ведёт себя как единица на Е степени. Ну, давайте мы увидим сейчас на примере идеального газа, что это действительно так. Ну, как мы сейчас увидим, что кинетическая энергия порядка температуры, поэтому, собственно, условие того, что газ можно считать идеальным, это что средняя потенциальная энергия взаимодействия молекул много меньше температуры, да. То есть, это условие на идеальный газ. Ну, и я буду вовсе пренебрегать за весь потенциальной энергией, поэтому энергия для газа будет даваться просто суммой кинетических энергий. Ну, и кинетическая энергия П квадрат на 2М, конечно, П это у нас трёхмерный вектор, поэтому у меня возникнет П1З в квадрате, плюс так по всем частицам, и последний член суммы будет ПНЗ в квадрате. То есть, всего у меня в сумме будет 3Н членов, правильно? Три компоненты импульса на каждую частицу, но и удобно ввести такое обозначение, что П квадрат – это как раз сумма по частицам ПИХ квадрат плюс ПИУ в квадрате плюс ПИЗ в квадрате. Хорошо, теперь, значит, состояние моего газа задаётся координатами молекул и их импульсами, да? Мне же нужно сейчас определить количество квантовых состояний. Для этого мы обратимся к тому, что вы знаете из курса квантовой механики, ну, для одной степени свободы, когда у нас состояние задаётся координатами и импульсами. Имеется так называемое правило квантования Бора-Замельфельда, которое утверждает, что такой интеграл есть 2ПАН плюс 1,2, где интеграл слева идёт по фазовому объёму, да? На классическом языке частица совершает какое-то финитное движение фазовой плоскости, да? И этот интеграл с точностью до этого множителей представляет себе площадь в фазовом пространстве. И эта площадь равняется 2ПАН, где Н – это число состояний, квантовых состояний, которое имеет частица, если её энергия ЕН меньше, чем заданная Е. Ну, понятно, что для каждой энергии имеется своя траектория в фазовом пространстве, да? Здесь нарисовано для фиксированной энергии Е, так что у нас количество квантовых состояний с энергией меньше, чем Е, будет даваться вот этой формулой. Ну, случай, который я рассматриваю, может быть описан этими же формулами, только нужно от одной степени свободы перейти к 3Н различным степеням свободы. Поэтому количество состояний у меня будет даваться такой вот формулой. Ну, на каждую частицу... Имеется такой фазовый множитель на 2ПАН в степени 3, потому что у меня 3 компоненты, да? Ну, и вместо DX для одной частицы у меня DX, DY, DZ – это элемент объёма. Ну, и произведение таких множителей. Всего их N штук. Ну, и для полноты картины нужно ещё ввести N факториал, множитель единицы на N факториал. Дело в том, что газ предполагается состоящим из тождественных частиц. Поэтому, если бы частицы были не тождественные, то на классическом языке я бы мог следить за траекторией каждой частицы. Ну, и всего без этого множителя я бы получил одинаковые состояния, да, которые характеризуются просто перестановками частиц. То есть у нас есть N объектов и N факториал перестановок. Ну, N у нас большое число, поэтому для N факториала нужно вспомнить известную из матанализа формулу Стирлинга. Главный член выглядит так. При этом нас будут интересовать действительно большие числа, от которых мы будем брать логарифмы. Поэтому для логарифма N факториал основной член будет даваться вот этой формулой. Ну, скажем, я хочу пренебрегать на фоне вот этого большого числа и вот этим множителям тоже. Ну, поскольку первое слагаемое в логарифме дает число пропорциональное количество у частиц, а это всего лишь логарифмом числа частиц. Если вы обратитесь к нашим примерам, которые мы, в принципе, имеем в виду, то если N равняется 1022, да, большая есть разница между 1022 и логарифмом 1022. Поэтому мы будем пренебрегать этими числами. Хорошо. Таким образом у нас имеется то, что нам нужно, хотя мы еще не учли то обстоятельство, что я хочу не просто знать количество состояний газа, а количество состояний газа с определенной энергией E, да. Само по себе количество состояний бесконечно, но этот интеграл он бесконечен, поскольку частица может иметь любой импульс, да. Интеграл по импульсам не ограничен. Поэтому давайте эту формулу я сотру, мы ее будем считать, что знаем. И продолжу здесь. Ну что я здесь добавил? Я здесь добавил условие, что сумма кинетических энергий частиц газа задана... Имеет значение E. Ну, сама по себе дельта-функция имеет размерность, обратную размерности аргумента, поэтому, чтобы у меня количество состояний было безразмерным, вообще-то я должен написать здесь какую-то величину размерности энергии. Но на самом деле это есть в непрерывном случае не символ кронеккера, а распределение по энергии. Непрерывное распределение, поэтому здесь должно быть стоять дельта-е. То есть здесь у меня как раз имеется то, что мне нужно. Количество состояний газа, когда его энергия лежит в том интервале, от E до E плюс дельта-е. Ну, давайте мы посчитаем для нашего идеального газа эту величину. Ну, понятно, что вынесем вот этот вот общий множитель. Всего будет 3N штук таких множителей. Объем войдет в степени N. У нас есть N частиц. Вместо N факториал я напишу результат, который дается формулой Стирлинга. Но останется интеграл по импульсам. В интеграле по импульсам мы перейдем к сферическим координатам. Всего у меня имеется 3N значений компонент импульса, то есть 3N-мерное пространство. Когда я перейду к сферическим координатам, то у меня возникнет фазовый объем в 3N-мерном пространстве. Ну и модуль импульса, который вот дается вот этим выражением. Он будет стоять в степени 3N без единицы dp. Ну и осталось написать дельта-функцию. Ну и после этого давайте мы перейдем от интегрирования pp к интегрированию pp квадрат. Ну и дальше интеграл с дельта-функцией можно вычислить. Что у меня останется? Когда я буду... Ну давайте еще разделим на 2M и умножим на 2M, да? Тогда p квадрат на 2M как раз будет энергией, да? И то, что у нас останется, 2M вверху, вот это p я напишу как 3N-1. Ну вот это вот 1, 2, да? И дельта-е. Хорошо. Ну для объема, для сферического угла в иномерном пространстве имеется вот такая формула. Но ее можно легко вывести, если рассмотреть вот такой интеграл. Если рассмотреть энерный интеграл, в котором... имеется N штук одинаковых гауссовских множителей. Да, если вычислять этот интеграл как произведение N гауссовских интегралов, каждый из которых есть корень из π, поэтому такой способ вычисления даст нам π в степени N пополам. А второй способ, если мы будем вычислять этот интеграл в сферических координатах, тогда у нас будет телесный угол в н-мерном пространстве и останется X в степени N без единицы dx на E в степени минус X в квадрат, где X в квадрат, это и есть X1 в квадрат, плюс XN в квадрате. Ну давайте я оставлю в качестве простого упражнения досчитать этот интеграл и увидеть, что действительно телесный угол дается этим выражением. Ну и это было математическое отступление. Давайте мы продолжим. У нас, значит, имеются какие множители? В в степени N. Давайте сразу. Я его объединил с N в степени N. Есть в степени N. Теперь у нас будет телесный угол в 3-н-мерном пространстве. Это я записал телесный угол. Так. Напишу дельта E на E. Я написал вниз одну степень энергии, поэтому я ее должен был, буду записать и вверх. 1-вторая там у нас была. И общая степень будет 3N пополам. И под P-квадрат я заменил на 2ME. Хорошо. Ну, двойку можно сократить. Ну, опять же, гамма-функция в пределе большого аргумента сводится к факториалу, который я заменю на предел, даваемый формулой стирлинга, поэтому здесь будет 3N пополам делить на E в степени 3N пополам. Хорошо. Ну, пожалуй, я хочу привести все... Нет, еще забыта вот эта экспонента в степени N. А, нет, она не забыта, она стоит. Эта экспонента будет стоять в степени N, и здесь пойдет вверх в степени 3вторых N, то есть 5вторых N. Дальше. Если я все объединю в одну экспоненту, то будет 2 умножить на 2, 4, да? 2 на 2, 4. В этой формуле забыт вот этот множитель еще, да? Я смотрю, что чего-то мне не хватает, поэтому я его напишу как 4π в квадрате H в квадрате в степени 3N пополам. Тогда у меня четверка исчезнет, останется π. здесь π квадрата, здесь π, да? π, h квадрат, и общая степень будет 3N пополам дельта Е к Е. И тройку я забыл, да? Есть еще тройка вот здесь. Хорошо. Ну, в общем, мы честно сосчитали, сколько есть состояние идеального газа, когда у него энергия равна Е и находится в интервале значений дельта Е. как и было анонсировано, количество состояний растет очень быстро, ну, в данном случае, как Е в степени 3N пополам. То есть, действительно, мы имеем ситуацию при фиксированном интервале энергии с ростом числа частиц у нас все больше и больше состояний попадает в этот интервал. Ну, и теперь мы собственно подходим к тому, чтобы сформулировать утверждение микроканонического распределения. Это утверждение формулируется так, что для большой изолированной системы у нас имеется количество состояний дельта G. И нетривиальная часть собственного утверждения состоит в том, что все эти состояния равновероятны. Ну, и вероятность найти какое-то определенное состояние дается просто вот единицей делить на количество доступных состояний. Ну, и энтропия изолированной, большой изолированной системы считается просто как логарифм количества доступных состояний. Логарифм количества доступных состояний. Ну, давайте мы для нашего конкретного примера применим микроканоническое распределение. То есть, мы утверждаем, что из всех вот этих состояний каждое из них равновероятно, всего их дельта G, ну, и энтропия это есть логарифм дельта G. Поэтому энтропия идеального газа будет даваться таким простым выражением. Я должен взять логарифм. Ну, этот множитель даст 5 вторых N. Дальше я хочу вынести общий множитель N. тогда у меня останется логарифм M E на 3 P H квадрат в степени 3 вторых и V N. N. Ну, вообще-то у меня здесь должен я написать вот этот вот фактор, но когда у меня большое тело, то есть N макроскопически велико, то эти слагаемые они во всяком случае много-много больше значения этого логарифма, какое бы я не взял дельта Е к Е поэтому мы видим, что при определении энтропии изолированного тела фактически неопределенность энергии, с которой и определена энергия изолированного тела, она оказывается несущественна, поэтому мы будем ей пренебрегать. Ну, теперь собственно давайте все-таки вернемся назад опять вот у нас есть изолированное тело его энергия известна с какой-то точностью то есть мы знаем что энергия лежит в интервале от Е до дельта Е внутри этого интервала находится много состояний с определенной энергией стационарных но на самом деле они неточные то есть между ними происходят переходы так вот микроканоническое распределение утверждает что система с одинаковой вероятностью находится в любом из своих доступных состояний ну теперь энтропия определяется как логарифм дельта г ну давайте увидим что действительно такое определение энтропии соотносится с тем что вы знаете из термодинамики если мы например в нашей системе большой выделим ее разделим на две части большие тоже то тогда общая энергия изолированной системы будет даваться сумма 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 энергии частей ну опять же у нас каждая часть большое тело поэтому можно определить его количество доступных состояний оно будет функцией энергии поэтому скажем если имеется именно такое распределение энергии Е1 Е2 то количество состояний которые соответствуют этому распределению энергии будет даваться просто произведению состояний Г1 на Г2 Е2 я напишу как разность между Е0 минус Е1 ну и тогда из микроканонического распределения следует что все состояния вот этого общего тела равновероятны поэтому вероятность такого распределения энергии будет даваться просто количеством состояний при котором такое распределение энергии возможно а это количество состояний есть произведение количество состояний для левой и для правой части тогда вероятность что вероятность пропорционами единицы ну вообще-то я написал пропорционально если писать точно то надо писать равенство а тут сумму по Е1 всех произведений Г1 на Г2 эта сумма будет даваться полному полное количество состояния общей системы ну сама эта сумма от энергии от Е1 не зависит поэтому мне достаточно формула в которой неравенство коэффициент пропорциональности стоит ну и наиболее равновероятное наиболее вероятное распределение будет соответствовать такому случаю когда у нас Е1 принимает такое значение когда это произведение максимально давайте мы найдем условия на эту максимальность для этого изменим Е1 на Е1 плюс дельта Е1 да ну и у меня вероятность тогда изменится как я должен дифференцировать да ДГ1 по ДЕ1 на Г2 если я дифференцирую второй второй множитель то я предпочту это написать как производную стат веса Г количество состояний это стат вес по своей энергии а Е2 по Е1 производная даст минус единичку да поэтому здесь стоит минус Г1 ну и давайте я домножу на Г1 Г2 и разделю на Г1 Г2 тогда я продолжу это равенство это можно написать как Г1 Г2 на произведение от логарифма Г1 по ДЕ1 минус произведение от логарифма Г2 по ДЕ2 правильно производная от логарифма дает единица на Г да и ДГ по ДЕ таким образом наиболее вероятное распределение соответствует случаю когда скобка равна нулю да ну а для этой скобки ну энтропию мы вводим как логарифм Г да поэтому на самом деле у нас стоит ДС1 по ДЕ1 равняется ДС2 по ДЕ2 ну и наиболее вероятное состояние в статистической физике это то что есть равновесное состояние в термодинамике в термодинамике из термодинамики вы знаете что условия равновесия по отношению к обмену энергии теплом да соответствует равенству температур поэтому мы должны отождествить ну по размерности это это производная энергия в степени минус 1 поэтому я пишу как единица на ТП ну и это условие дает нам Т1 равно Т2 да то есть наиболее вероятное распределение соответствует равенству температур ну а из этого мы можем написать обычное термодинамическое соотношение что дифференциал энергии является ТДС ну в данном примере мы считали что объем не меняется да просто происходит обмен теплом если меняется объем то есть еще механическая часть энергии минус ПДВ ну это можно написать для дифференциала энтропии поэтому здесь будет дифференциал энтропии ДЕ делить на Т да плюс П делить на Т ДВ да ну я просто переписал в такой форме чтобы она была удобна для использования когда мы пользуемся микроканоническим распределением итак пользуясь микроканоническим распределением мы вычисляем количество состояний как функцию энергии ну и объема вообще говоря в нашем конкретном примере ну формулу я уже стер это у нас именно такое выражение да после этого мы определяем энтропию как логарифм дельта Г то есть мы знаем энтропию как функцию энергии объема после этого вычисляя производные ДС по ДЕ при постоянном объеме это есть единица на Т и ДС по ДВ при постоянном при постоянной энергии это есть П делить на Т да ну С мы только что сосчитали для идеального газа первая формула что нам даст количество состояний ведет себя как энергия в степени 3 вторых n пополам поэтому то есть ну давайте как она там была записана плюс n логарифм v да плюс в качестве точек я написал все члены которые не зависят от от е и v да поэтому для идеального газа эта формула выдает нам что единица на Т равняется 3 вторых n правильно 3 вторых n делить на е то есть что е равняется 3 вторых n t энергия конечно пропорциональна числу частиц и средняя энергия в расчете на одну частицу это 3 вторых t ну а второе выражение дает нам известное уравнение состояния для идеального газа то есть на этом примере мы видим что используя микроканоническое распределение приняв этот постулат мы получили обычные выражения для энергии идеального газа и для его уравнения состояния ну давайте наверное сделаем сейчас перерыв вот основное утверждение равновесной статфизики что каждое из этих доступных состояний равновероятно это и есть ну утверждение о микроканоническом распределении после этого мы можем сосчитать раз у нас есть количество состояний мы считаем логарифм и объявляем эту величину энтропии дальше рассматривая тепловой контакт мы видим что по существу так введенная энтропия она совпадает с энтропией введенной в термодинамике ну в равновесии у нас прекращается переток тепла то есть с точки зрения статфизики наиболее вероятное состояние это когда у нас производные ДГ по ДЕ Д логарифм Г по ДЕ или ДС по ДЕ совпадают да это есть на самом деле определение температуры статистической физики да Дальше мы имеем известное из термодинамики соотношение но это механическая часть которую я дописал да ну и на нашем примере идеального газа мы видим что у нас получились правильные результаты ну давайте пожалуй еще перепишем выражение для энтропии подставив туда вместо энергии полной энергии газа его выражение через температуру 3 вторых НТ но я к сожалению эту формулу стер поэтому вы сами у себя в записях убедитесь что это так что С делить на Н энтропия в расчете на одну частицу является таким выражением логарифм М на Т на 2П Х квадрат в степени 3 вторых здесь будет объем деленный на Н это это все аргумент логарифма ну плюс 5 вторых то есть энтропия отнесенная к одной частице идеального газа дается вот этим выражением да ну здесь наверное некоторые из вас могли бы или заметили уже что это выражение несколько странно с точки зрения третьего закона термодинамики третий закон термодинамики что нам гласит что при абсолютном нуле температуре энтропия должна стремиться либо к нулю либо к какому-то постоянному значению если мы в этой формуле устремим температуру к нулю то у нас получится бессмыслиться да будет логарифм будет отрицательным числом ну это связано такой парадокс с тем что на самом деле нужно понимать что наш подсчет количества состояний был приближенным ну так же как например квантование Бора Замерфельда оно применимо к тому случаю когда n в правой части достаточно велико да ну и такой подсчет состояний он предполагает что на одну частицу приходится среднее количество состояний много больше единицы ну и и кроме того мы можем пользоваться формулами классического приближения эти формулы справедливы когда мы находимся вдали от основного состояния когда у нас мы находимся в достаточно возбужденной части спектра в частности квазиклассические формулы подразумевают что мы очень просто учитываем тождественность частиц деля на n факториал да то есть действительно у нас имеется квазиклассическая картина что частицы движутся по траекториям и мы просто делим на количество перестановок частиц тогда как если эти предположения не выполнены то есть если у нас в среднем на частицу приходится количество состояний немного больше единицы а порядка единицы то тогда ну нельзя пользоваться квазиклассическим приближением раз и тождественность частиц должна быть учтена правильно более строго что ли в частности должно делаться различие между фермионами и бозонами да из квантовой механики вы знаете что для фермионов есть например принцип Паули что два фермиона не могут находиться в одном состоянии а бозонов в одно состояние можно поместить сколько угодно ну и поскольку энтропия это у нас логарифм количество состояний ну то то что стоит в скобках это есть не что иное как количество состояний приходящихся в среднем на одну частицу и мы должны потребовать чтобы эта величина была много больше единицы это есть условия применимости того подхода который мы здесь рассматривали газ для которого можно этот подход использовать принято называть болтсмановским газом болтсмановский газ то есть для того чтобы можно было так считать должно выполняться вот это условие но если здесь подставить числа массы частиц плотности газа плотности температуры то вы увидите что например для азота в данной комнате это условие замечательно выполняется с большим запасом тогда как например для электронов и металли имеется имеет место обратное равенство почему оно для электронов не выполняется потому что здесь стоит другая масса масса электронов вместо массы молекул азота ну и у электронов другая плотность 1022 вместо 1019 поэтому на самом деле встречаются ситуации когда мы можем и таких ситуаций много пользоваться таким подходом то есть газ является больцмановским однако имеется важное исключение когда газ не больцмановский ну и в этом случае мы имеем дело с так называемыми вырожденными газами которые должны быть рассмотрены по-разному отдельно для газов бозонов и фермионов хорошо давайте теперь наш основной постулат называется микроканоническим распределением это название может вызывать некоторую несогласованность в общем приводить к ошибкам надо помнить что такой подход может применяться только к системам большим состоящим из большого числа частиц частиц применение такого подхода к системам из небольшого числа частиц будет приводить к неправильным результатам поэтому хотелось бы написать формулы которые можно было бы использовать универсально и для большого количества частиц и для малого количества частиц но и эти формулы мы сейчас напишем они непосредственно выводят являются следствиями выводятся из микроканонического распределения и носят название распределения гипса или каноническое распределение давайте мы сейчас к этому и перейдем основное утверждение у меня микроканоническое распределение поэтому я рассмотрю большую систему которая состоит из большого числа частиц n много больше единицы и внутри этой системы рассмотрю при фиксированном объеме выделенную под систему у которой какое-то заданное число частиц не обязательно большое все равно большое или малое я рассматриваю общий случай ну то есть у меня есть количество частиц здесь объем тут но в оставшемся теле давайте оно все равно большое я рассматриваю такое большое тело которое во всяком случае много больше чем моя выделенная система ну поэтому у меня количество частиц это принято называть термостатом термостат а это моя система то есть термостат большой по сравнению с системой в любом случае ну и давайте поставим такой себе вопрос моя система она с точки зрения квантовой механики это квантовая система у которой есть какие-то стационарные состояния которым соответствуют определенные значения энергии то есть уровни энергии давайте определим вероятность того что моя система находится в каком-то выделенном стационарном состоянии которую я обозначил так общим случае индексом и чему равна эта вероятность ну если вспомнить постулат нашего микроканонического распределения только что мы говорили что вероятность пропорционально Г1 на Г2 в данном случае моя система по определению находится в выделенном одном состоянии поэтому Г1 равняется просто единичке ну и вероятность поэтому пропорционально количеству состояний в котором находится окружающее большое тело термостат я подразумеваю что энергия системы плюс термостат задана то есть Е0 равняется Е системы плюс Е термостата да поэтому количество состояний термостата конечно зависит от его энергии которая дается таким выражением Е0 минус Е системы ну дальше я напишу количество состояний через его логарифм логарифм Г термостата это и есть С термостата да поэтому здесь у меня будет стоять С термостата от Е0 минус Е да ну ясно что в этих условиях у меня термостат во всяком случае бесконечно большой по отношению к системе поэтому энергия системы много меньше чем Е0 который в основном дается энергии термостата поэтому экспоненту можно разложить в ряд Тейлора поскольку Е много меньше Е0 давайте мы разложим так здесь будет минус Е делить на умножить на ДС термостата ПДЕ термостата но давайте еще один член разложения мы учтем в ряд Тейлора нужно написать одну вторую и Е в квадрате вторую производную от С термостата по энергии термостата ну и речь идет о том что у меня имеется какое-то квантовое состояние системы у которой есть значение энергии да поэтому давайте мы тут напишем индекс который будет указывать на то что это есть энергия которая имеет моя система который когда находится в своем и там квантовом состоянии ну я начну снова поскольку меня будет интересовать зависимость этой вероятности от энергии да ну первое число от энергии не зависит поэтому я ее рассматривать не буду напишу просто знак пропорциональности производная от ДС термостата по ДЕ термостата есть просто единица на Т температура конечно я забыл сказать предполагается что мы подождали достаточно долго и вся наша система термостат во всяком случае находится в своем термодинамическом равновесии поэтому эта производная есть единица на Т итак что мы имеем первый член будет равняться минус Е и Т делить на Т а вторую производную я буду вычислять последовательно первая производная даст единицу на Т поэтому вторая будет у меня Д по ДЕ термостата от единицы на Т ну и тогда это есть минус единица на Т в квадрате ну производная температуры по энергии которую я предпочитаю написать не в числителе а в знаменателе поэтому ну все у меня происходит при постоянном объеме а это производная есть не что иное как теплоемкость да поэтому то что у меня здесь стоит на самом деле стоит теплоемкость термостата ну вообще говоря теплоемкость при постоянном объеме теплоемкость термостата энергия энергия термостата и термоемкость термостата да они конечно пропорциональны числу частиц да ну отсюда следует что теплоемкость термостата тоже пропорциональна числу частиц поэтому вторая производная в отличие от первой да оказывается очень маленькая, пропорционально N термостата. Ну и в пределе, когда термостат является бесконечной, то эта производная должна быть положена равной нулю. Ну и таким образом мы пришли к очень простой формуле, которая составляет утверждение каноническое распределение или распределение гипса. Что вероятность того, что система, контактирующая с термостатом, окажется в квантовом состоянии, у которой энергия ЕИ, дается вот такой экспонентой, но я до сих пор писал знаки пропорциональности, чтобы у меня выполнялось очевидное требование, что моя система с вероятностью единицы находилась в любом из своих возможных состояний, то я должен ввести соответствующий нормировочный множитель, который я здесь обозначил как единица на Z, где Z есть сумма по состояниям. Ну и Z принято называть статистической суммой. То есть, еще раз, вот утверждение о каноническом распределении гипса, которое мы вывели на самом деле из микроканонического распределения, рассматривая нашу систему, окруженную большим телом, термостатом. А свойства этого тела нам нужно только одно – его температура. Ну и тогда, еще раз, вероятность системе оказаться в этом квантовом состоянии дается вот таким простым экспоненциальным фактором, Больцмановской экспонентой. Чтобы распределение было нормировано, мы вводим Z. Этот Z называется статистической суммой. Как мы вскоре увидим, через нее просто выражаются термодинамические величины. Ну и в наших рассуждениях нам нигде не понадобилось замечание о том, большая наша система, либо маленькая. Поэтому ее можно применять как к большим телам, так и к маленьким, в отличие от микроканонического распределения. Ну давайте сразу применим ее к одной частице. Рассмотрим идеальный газ в поле тяжести. Пусть у меня имеется… Поможу опрос? Да. В самом начале лекции мы сказали, что выкидываем. На самом деле не накидываем. Выкидываем. Ну а сейчас мы… Ну а сейчас мы… Ну а сейчас… Речь шла о энергии взаимодействия газа, да, друг с другом. А теперь, ну, давайте рассмотрим случай, когда газ находится в поле тяжести. Тогда просто у нас вероятность будет пропорциональна… Теперь наша система есть просто одна частица, поэтому сюда я должен написать энергию частицы, да, разделить на Т, ну и потенциальную энергию минус МЖЗ делить на Т, да. Ну, это есть Больцманский множитель, а еще мне нужно написать… Тут важно, я не отметил, что сумма здесь и это есть не уровень энергии, а квантовое состояние, да. То есть, если у меня есть вырождение, например, одному и тому же значению энергии соответствует два разных состояния, то, например, в статсуме я должен экспоненты учесть дважды, да. Поэтому здесь у меня это значение энергии я должен домножить на кратность вырождения, да. А кратность вырождения и дается, ну, вместо объема я напишу площадь на ДЗ, поэтому вероятность моей частицы иметь импульс П и быть на высоте З дается вот таким выражением. Ну, если перейти от импульса к скорости, что П равняется МВ, да, мы видим, что мое распределение распадается на произведение двух частей. Итак, первая часть – это распределение Максвелла по скоростям, да, и вторая часть – это распределение Больцмана по высоте, для газа в однородном поле. Хорошо, ну вот как один пример мы видим, что применяя эти результаты прямо к одной частице, да, мы немедленно получаем как распределение Максвелла, так и распределение Больцмана по высоте. Ну, давайте теперь вместо одной частицы рассмотрим весь идеальный газ, то есть применим эту формулу к… ко всему идеальному газу. Тогда у меня будет интересовать вероятность того, что мой идеальный газ, то есть N частиц идеального газа, которые… у которых энергия Е, они контактируют с большим телом, с термостатом, поэтому Е меняется, да, энергия может приходить из термостата и уходить в термостат. Поэтому у меня есть распределение по энергии всего газа, да. Это распределение, ну, пропорционально опять пишу, энергии, газа, деленные на температуру. Ну, а здесь я опять должен написать кратность вырождения, которые мы с вами только что сосчитали. Ну, меня будет интересовать зависимость от энергии, поэтому я напишу сразу только часть, которая зависит от энергии, да. ДЕ делить на Е. Ну, и для распределения по энергии газа мы будем иметь тогда Е степени 3 вторых N, ну, без единички, минус Е делить на Т, да. Давайте мы попытаемся нарисовать эту величину. У нас это распределение, есть произведение экспоненциально падающего фактора, да, и степенного фактора, где имеется большая степень, да, поэтому если написать произведение этих величин, то у меня будет такая функция, которая имеет пик при некотором значении энергии, который я обозначил Е среднее. Давайте мы проанализируем эту функцию и найдем положение пика. Что мы при этом заметим? Я... Так, да, здесь вот экспонента, вот так, да. Давайте тогда все напишем в экспоненту. Я напишу экспоненту, здесь будет минус Е на Т, а вот тут я напишу, как плюс 3N пополам без единички логарифм Е, да. Ну, энергия пропорциональна числу частиц, да, здесь у нас есть число частиц, и на уровне этого большого числа частиц стоит какая-то минус единичка жалкая, да, я ее учитывать не буду. Ну и теперь экспонент – это монотонно растущая функция от своего аргумента, поэтому я буду находить экстремум аргумента. Беру производную по Е, у меня получается такое условие, плюс 3N пополам, единица на Е равняется нулю, да, при значении, что Е равняется Е среднее, отсюда, конечно, следует, что Е среднее равняется 3 вторых НТ. Ну, для Е среднего у нас получился тот же самый результат, который мы получили из микроканонического распределения. Ну, теперь я хочу получить форму вот этой кривой в непосредственной близости от энергии, равной Е среднее. Поэтому я буду считать, что мое Е – это есть Е среднее плюс дельта Е. Ну и… Значит, что мы имеем? Хорошо, минус Е среднее на Т, минус дельта Е на Т, плюс 3 вторых Н, логарифм Е среднее плюс дельта Е, да? Ну, давайте я этот логарифм напишу как разделен на Е среднее здесь. Ну, и буду считать дельта Е малым по сравнению с Е средним, и логарифм буду разлагать. Поэтому логарифм будет равен дельта Е на Е среднее. Ну, и следующий коэффициент разложения будет иметь знак минус одну вторую и дельта Е на Е среднее в квадрате, да? Значит, ну, я буду следить за зависимостью от дельта Е, да? Поэтому… Ну, видно, что Е среднее у меня подобрано как раз так, чтобы коэффициент при дельта Е обращался в ноль, Е среднее есть 3 вторых НТ, да? Поэтому вот этот… Вот эти два члена взаимно сокращаются, и все, что у меня остается, это, собственно, вот это число умножить на это, да? Знак минус 3Н на 4 дельта Е на Е среднее в квадрате. Ну, и что у меня получилось? Что распределение вокруг точки Е среднее имеет гауссовский вид, где ширина распределения, да? Дельта Е на Е среднее. Ну, хорошо, конечно, дельта Е среднее равно нулю, поэтому надо брать дельта Е, деленное на Е среднее в квадрате, и после этого вычислять корень. И эта величина ведет себя как единица на Н, да? То есть, какой у нас получился результат? Что вот у нас имеется Н частиц идеального газа в контакте с термостатом, да? Распределение по энергии этих Н частиц дается вот такой пикованной формой, причем с увеличением Н, конечно, самой Е среднее пропорционально Н растет, то есть увеличивается, да? Но относительная ширина распределения стремится к нулю как единица, ну вот здесь я вас обманул, как единица на корень из Н, да? Да, конечно, поскольку я этот корень не взял. Ну и у нас получается, что большая система, да, контачащая с термостатом, да, конечно, у нее энергия не фиксирована, она флуктуирует, но величина этих флуктуаций в относительном смысле, как дельта Е к Е среднем, да, при увеличении нашей системы стремится к нулю как единица на корень из Н. Ну и таким образом мы переходим к термодинамическому пределу. В термодинамике у нас есть просто равновесное значение энергии, да? Для термодинамика вообще формулируется для больших, для макроскопических тел, да? Статфизика по существу дает нам не только значение этого равновесного значения энергии, но и позволяет рассчитать, оценить отклонение от этого среднего значения, то есть флуктуация энергии. Ну и в частности видно, что для больших тел у нас относительно, в относительном смысле роль флуктуации исчезает и происходит переход от статфизики к термодинамике, да? Но в статфизике мы можем сделать на самом деле больше, можем рассматривать также и не только большие тела, но и маленькие, ну и для маленьких тел флуктуации существенны. Ну и, пожалуй, давайте в качестве задела для следующей лекции напишем формулу, которая позволяет вычислить среднее непосредственно через вероятности, которые мы получили в каноническом распределении. Ну, это просто математическое выражение, у нас есть вероятности величины, это среднее значение, да? значение величины, взвешенное с ее вероятностью. Давайте увидим, что эта величина может быть просто выражена через статистическую сумму, через z. z, это есть сумма по i, e в степени минус ei делить на t. Давайте-ка мы составим такую странную величину, как логарифм z и возьмем от нее производную по температуре. Ну, я буду дифференцировать по температуре каждая слагаемая моей суммы. Что у меня получится? Экспонента останется. производная аргумента экспоненты выдаст вот такой фактор, который можно так, ну, вы меня не поправили, а здесь у меня стоял не z, а логарифм z. Поэтому есть еще множитель единицы на z. ну и таким образом, то, что у меня стоит в скобочках, это не что иное, как в i, да? ну и сравнивая с этим, мы видим, что это у меня минус e средняя делить на t квадрате, да? Поэтому среднее значение энергии может непосредственно вычисляться через статсуму. но здесь у меня есть ошибка, да? Когда я дифференцировал аргумент экспоненты, у меня есть знак минус, и еще один знак минус идет, когда я дифференцирую единицу на t, да? по t. Поэтому общий знак у меня плюс. Здесь плюс и здесь плюс. и для значения энергии у нас имеется такая простая формула, которая связывает ее со статистической суммой. Хорошо. Ну, давайте на этом сегодня закончим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!